В эфире новости губернии в студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. И сначала коротко о главных темах выпуска. Первая машина для первого лица. Губернатор Самарской области приобрел новую модель автоваза Lada X-Ray. Кто и как еще готов поддержать рублем отечественного производителя? Наши корреспонденты узнали. Герои своего двора, школьники из Пестравского района, рискуя жизнью, спасли провалившегося под лед товарища. Как все произошло и почему о своем подвиге долго молчали? История тех, кто своих в беде не бросает. Встали на лыжи полицейские, журналисты, спортсмены и любители встретились на склоне. Сколько весят снаряжение и сколько времени на раскатку нужно новичку, испытали на себе и наши корреспонденты. Репортаж с открытого турнира по горнолыжному спорту в нашем выпуске. Спортивный комплекс «Победа» в селе Кошки откроется уже в конце лета. А конкурс социальных проектов, который в регионе проводит компания «Лукойл», продолжится. Напомню, впервые он прошел в прошлом году. Было подано более 450 заявок и порядка 50 человек получили гранты на реализацию своих идей. Итоги работы и перспективы обсудили на встрече губернатор и вице-президент «Лукойл» и генеральный директор дочерней компании «УАО «Ритек». Подробности в нашем материале. Компания работает в 10 районах региона. «Ритек» — один из крупнейших налогоплательщиков Самарской области. В 2015-м вклад в региональный бюджет составил около 2 миллиардов рублей. Было добыто 2 миллиона 800 тысяч тонн нефти. В наступившем году в планах пробурить еще 30 скважин. Производительность труда, говорят бизнесмены, растет с каждым днем. Не забывают и про новые технологии. Перспективы впереди большие. Так, например, речь идет про трудноизвлекаемые запасы. «Высоковязская нефть». Ей уже давно успешно занимается в Канаде. Сейчас курс на нее берут и в России. Такие запасы немалые есть на севере области. Кладешь ведро на бок, оно не стекает. Медленно всплывает, которая потихоньку. При плюсовой температуре. Такая нет. Ну, ее много. 60 миллионов. 60 миллионов. Это только на месторождении около 60 миллионов. Это да, это я... Это только по своей. Сергей, я говорю только по своей. Что касается качества, скажем, тех веществ, которые... Она по себе уникальная нефть, и есть заниматься очень глубокой переработкой. Там очень много редкоземельных металлов. Их мало, но их... Их мало как бы в объеме, но они очень дорогие. Это совершенно другой уровень как бы технологической дисциплины. Это другая технология подготовки, переработки нефти. Мы с вашим институтом здесь, с нашим самарским институтом общались, как бы вот они мне там презентацию делали, мы оговаривали эту тему. Они озадачены, смотрят, как можно было бы войти вглубже. Второй передел, третий передел этой продукции, чтобы получать на конце, в общем-то, продукцию с большой добавленной стоимостью. Да, это очень интересно. Компания реализует в регионе серьезные инвестиционные проекты. Так, только в прошлом году объем инвестиций составил больше 8 миллиардов рублей. На совещании говорят и об утилизации попутного газа. Как рассказал генеральный директор «Ретека», в 2016 начнется строительство комплекса по переработке. Проект затратный. Планируется, что уже в 2017 утилизация составит порядка 90-95%. Глава региона предложил нефтяникам рассмотреть вопрос возможной кооперации с другими компаниями с целью минимизации издержек. Бизнесмены по-прежнему будут активно участвовать в финансировании социальных и благотворительных проектов на территории области. Как пример, возведение многофункционального спорткомплекса в селе «Кошки». Он откроется уже в этом году, предположительно в августе. Напомню, в начале февраля глава региона проверил, как идут строительные работы. Хороший получается объект. Мощный будет точно. Я думаю, что для этого населенного пункта это будет хороший подарок. Там момент, я уже говорил, вот та сторона, она только получается почти фасадная. Надо посмотреть его и, может быть, что-то добавить, чтобы в том числе, когда подъезжает человек, он уже видел. Не только, когда он уже подъехал к этому. Там дорога идет. Да, на самом деле надо со всех сторон посмотреть, что он играл. Речь шла и про конкурс социальных проектов, который в Самарской области проводит компания. В 2015-м общий призовой фонд составил 15 миллионов рублей. Гранты получили 54 человека. Останавливаться на этом бизнесмены не будут. В этом году мероприятие будет еще глобальнее. Пенал, скорее всего, пройдет в первых числах сентября. Очередное спасибо за ваше участие в конкурсе социальных проектов, за то, что поняли, приняли. Мы получили прекрасную реакцию, отличная пресса прошла по этим делам. По этому году предполагаем продолжиться то, что с вами объявили тогда в театре. Давайте будем там, где мы можем помочь. Давайте будем помогать вместе общими усилиями двигаться. Хорошо. Ольга Павловская, Алексей Вермицкин, Новости губернии. Условия проживания в центре для одаренных детей должны быть не ниже уровня трехзвездочной гостиницы. Это особо отметил губернатор на совещании по поводу работы будущего учреждения. Заниматься с талантливыми школьниками Самарской области и других регионов страны будут лучшие преподаватели. Они станут отслеживать способных подростков с 5-6 класса, а уже с 8-го. Лучших из лучших на конкурсной основе планируется переводить на постоянную учебу. В центр для одаренных детей. Уже 1 сентября этого года он примет первых учеников. На время строительства комплекса обучение будет проходить на базе одного из учебных заведений Самары. В основе образовательного процесса 4 направления, которые на сегодня являются приоритетными для государства. Физика математическая, химико-биологическая, инженерно-изобретательская, робототехническая, информационно-технологическая. В будущем эти дети усилят вуз первого эшелона, то есть объединенный Самарский университет. И опорные вузы региона. Напомню, о системе образования, которая качественно должна поменяться от школьной скамьи до университетов, глава региона не раз говорил в своих посланиях. Это вопрос конкурентоспособности области. Центр для одаренных детей – это не просто школа-интернат, где дети, куда приезжают, грубо говоря, 5-6 дней в неделю находятся. Мы предполагаем, что это не только лицей-интернат, но это центр и для тех одаренных детей, которые его не посещают, в нем не обучаются. Но эта образовательная организация является центром их подготовки и развития их одаренности. А это означает, что 2-3 раза в неделю, может быть, 5 раз в неделю, они после занятий приезжают туда в разновозрастных группах с конкретными педагогами, с конкретными тренерами и готовятся к различным олимпиадам. Самый первый проданный X-Ray теперь в личном автопарке губернатора Самарской области. Сегодня глава региона забрал вазовскую новинку из автосалона. Николай Иванович Меркушкин выбрал кроссовер в максимальной комплектации белого цвета для жены. Куда поедет новинка автоваза и как поддержит отечественного производителя, расскажет Дарья Болгова. Белого цвета в максимальной комплектации. Этот X-Ray стал самым первым, который продал автоваз. Перед тем, как забрать покупку из автосалона, губернатор проверяет автомобиль. Приборная панель, геометрия дверей, регулировка сидений по высоте и расстоянию. Как отметил первый покупатель, автомобиль европейского качества. Белый цвет, как признался губернатор, журналистам он выбрал для жены. Машина в ближайшее время отправится в Мордовию. X-Ray – первый городской кроссовер тольяттинского производства. И специально для X-Ray разработчики автоваза создали электронику нового поколения. Очень много электронных вещей, которые мы впервые используем на автомобилях. Например, противооткатная система. На уклоне 4% автомобиль автоматически удерживает на уклоне. После этого вы можете перенести ногу с педали тормоза на педаль газа. Еще примерно 2-3 секунды машина удерживается на уклоне. И дальше продолжаете движение. Вот такие вот новшества, которые мы действительно сами разрабатываем, внедряем на этих автомобилях. Что касается безопасности, она сегодня на уровне немецких конкурентов. Последние тесты на удар Весты показали, что уровень безопасности автомобиля очень высокий по результатам Аркап. И мы соответствуем немецким автомобилям. Многие наши конкуренты имеют 3 звезды и 2 звезды. Это намного ниже, чем на сегодняшний день Весты. Весты 4 звезды – это тот максимум, который можно достичь. Сотрудники предприятия заверили губернатора запустить производство. Две совершенно разные модели меньше, чем за три месяца удалось благодаря техническому центру предприятия. Там сегодня трудятся почти 3000 человек. Мнение, которое тоже очень сильно распространено в Тольятти, что технические службы там чуть ли не уничтожены. Мы будем смотреть на факты. А факты показывают о том, что мы в 2014 году много запустили моделей, в 2015 году у нас был запуск Весты, и в 2016 стартовали продажи автомобилей X-Ray. Это значит, что люди, которые работают, они действительно выполняют свои задачи, они способны решать глобальные задачи по разработке новых продуктов. Как заявил глава региона, если бы предприятие не провело такую масштабную работу, то скачок на рынке легковых автомобилей мог бы оказаться сокрушительным для завода. Однако предприятие, вопреки прогнозам недоброжелателей, развивается даже несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране. На 29% упали продажи в январе в этом году. Общая продажа легковых автомобилей. Автоваз упал на 11%. Почти в три раза меньше. А он мог, если бы он был совсем разваленный и плохой, он мог упасть на 60%. Продажи предприятия, говорят, сами за себя больше тысячи Вест за январь. Автоваз тем самым обеспечил себя место в топ-10 самых продаваемых машин. Кроме того, в ближайшее время на автомобили отечественного производства будут пересаживать чиновников. Планируется, что процесс запустят уже в течение шести месяцев. Одна из Вест уже отправилась в Мордовию для Саранской епархии. По словам главы региона, сегодня у завода есть преимущество относительно независимости от курса доллара. Так как большинство комплектующих предприятия выпускает само. Сегодня ВАЗ работает уже над Вестой Кросс. Ее производство планируют запустить в Ижевске. Но, как заверили губернаторам, большинство комплектующих для него будут создаваться в Тольятти. Дарья Болгович, Лавпотоцкий, Новости губернии. Прогрессивные технологии для комфорта жителей. Теперь ремонт фасадов в Самаре проводят и зимой. Современные материалы позволяют. Николай Козлов продолжает следить за тем, как работает региональная программа капремонта. Первое, что видишь, попадая в этот двор, насыщенный цвет стен дома номер 281. Такими яркими и красивыми их помогла сделать областная программа капитального ремонта. По плану, говорят, собственники в доме хотели менять крышу. Но жильцам нужнее был другой вид работы. Мы сами даже были не в курсе, что у нас по плану ремонта крыши. Нам помогли, да, сказали, что у вас намечается, ну вот решайте сами, что вам надо. Провели общее собрание жильцов дома, выбрали председателя, старшую по дому. И решением собрания мы постановили сделать, утеплить и покрасить фасад дома. Вот заменить двери, окна, то есть привести дом в порядок. Договор на выполнение работ с фирмой-подрядчиком подписали в середине декабря. Чтобы выполнить их в срок, так как жители замерзали в старом доме и просили ускорить ремонт, строителям пришлось прибегнуть к помощи передовых технологий, с которыми никакой мороз не страшен. Сейчас есть современные материалы, которые позволяют практически все операции фасадные производить до минус 10 практически градусов. В том числе вот утепление, армирование. Единственное, вот нанесение финишного слоя все-таки требует положительной температуры. Кроме того, при проведении работ леса вокруг дома обтянули полиэтиленовой пленкой, а внутреннее пространство прогревали тепловыми пушками. Представители регионального оператора качество работы оценивают высоко. Данные подрядной организации уже проводили с капитальной ремонта фасадов нескольких домов в Волжском районе. Это важно в первую очередь для того, чтобы соблюдать сроки в договорах, указанные подрядной организацией, чтобы жители оставались довольны. По словам председателя совета дома, жильцы торцевых квартир уже ощутили, что в квартирах стало теплее. Напомню, что до конца года в регионе по программе капремонта планируется привести в порядок около 2000 жилых зданий. Николай Козлов, Александр Ерофеев, Новости губернии. Самарский регион вошел в пятерку лидеров по уровню активности некоммерческих организаций. Об успехах и будущих проектах говорили сегодня на заседании областной общественной палаты. В регионе зарегистрировано более 4,5 тысяч НКО. Социально ориентированные участвуют в конкурсах на предоставление грантов и субсидий. Каждая победа – это возможность решить проблему отдельных территорий, групп людей и даже городов. Так, по итогам года 20 самарских некоммерческих организаций получили президентские гранты на общую сумму 35 миллионов рублей. Если говорить о гражданском обществе, то, конечно, одним из основных показателей или индикаторов гражданского общества является количество и качество некоммерческих организаций. Правительству Самарской области в лице Министерства экономического развития и торговли был объявлен тоже конкурс, выделены субсидии. И из 112 некоммерческих организаций 56 получили поддержку. То есть это говорит о том, что, я повторяю, это некий индикатор состояния гражданского общества через НКО. Так вот, в этом смысле Самарская область занимает четвертое место в России. В регионе за год введено к эксплуатации более 2 миллионов квадратных метров жилья. На новый период задача – темпы сохранить. 2015-й для сферы стал непростым, однако ипотека с господдержкой дала свои плоды. Квартиры в новостройках стали покупать на 7% чаще, в то же время вторичку на 10% реже. Льготное кредитование планируют продлить до конца 2016-го. Как непростая экономическая ситуация влияет на рынок жилья, в регионе сегодня обсудили представители строительных компаний, риэлторы и эксперты в сфере недвижимости. За круглым столом, который организовал информационный портал 63.ru. В 2015 году цены на жилье в Самаре снизились на 10-20% в зависимости от сегментов. При этом аналитики отмечают впервые за время существования российского рынка недвижимости квартиры подешевели и в рублевом, и в долларом, и в валенте. Однако говорить о снижении покупательского интереса не приходится. По данным Росреестра, количество сделок с жильем в 2015 году практически не сохранилось. По поручению нашего губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, мы должны остаться на уровне прошлого года. Поэтому будем стремиться выполнить, достичь того же показателя, что и в 2015 году. А Министерство строительства окажет все возможное содействие. Спасение утопающего – дело рук хороших друзей, которые вовремя пришли на помощь. Ученики школы села Мосты Пестравского района спасли своего товарища, когда тот провалился под лед. Правда, о своем подвиге умолчали. Боялись, родители поругают за то, что ходили на речку. О скромных героях репортаж Виталия Портнова. Напрямик через речку Иргисы, как выяснилось, навстречу судьбе. Ваню, Рому и Колю в школе теперь знают все и постоянно расспрашивают о том случае. Мы пошли кататься с горки. Хотели пойти по речке. Получается, горка рядом с речкой? Да. А вот когда провалился, не страшно было? Было страшно. Мальчишки, чтобы не идти в обход, решили срезать. Через сугробы спустили из крутого склона на тонкий лед. Но до горки так и не дошли. Мы вот так уже, вон там где-то были. А Ванька еще вот здесь шел, шел. И он, короче, он как-то, ну там вон, вот так когда пошел, он думал, что посередине он провалится. И пошел там по камушу. А мы с Коляном же там были. И он, короче, крикнул. Коля, Рома, помогите. Ване повезло. Роман с собой прихватил палку ею и проверял прочность льда. Ей уже и спас своего друга. После этого случая ребята пошли по домам. Но родителям о ЧП никто ничего не сказал. Боялись, что заругают. О своих приключениях проболтались случайно. Во время урока по биологии. Через неделю от учительницы позвонила, сказала, что ребенок провалился. Пришел очень веселый ребенок. Сказал, мам, мы катались на горке. И все. Разделся, повесил свои вещи сушиться, поставил ботинки и прошел. Зато теперь их фотография красуется в школьной газете с пометкой «Молния». Учителя гордятся своими учениками. История облетела не только весь поселок. О героях из села Мосты уже знает вся область. Мы очень рады, что они в тот момент нашлись и самобладание не потеряли. И самое главное – спасли человека, своего товарища. Не каждый, даже взрослый, может в такую ситуацию найтись. Я прям очень горда своими школьниками за то, что они так поступили. Кем хотят стать, когда вырастут, пока еще сами не знают. Но в одном уверены точно. Сначала нужно подтянуть учебу. Виталий Портнов, Александр Каракулько. Новости губернии. А тем временем лед на водоемах области все тоньше. В областном управлении МЧС предупреждают выходить на реки. Озера с каждым днем становятся опаснее. И напоминают, если ЧП все же произошло, необходимо сразу позвонить по номеру 112. При температуре воды 2-3 градуса смерть может наступить в течение 10 минут от сильного и резкого переохлаждения. За два месяца под лед на Волге в районе Самары провалилось 8 человек. Всех спасли. Прочность льда уменьшилась процент на 25. Под снегом образуется вода. И человеку просто может не увидеть полынью. Если необходимо перейти через реку, то лучше выбрать места, где есть уже тропинки. Если таких мест, то с собой взять либо палку, либо веревку, проверять прочность льда. В регионе стартовал открытый турнир по горнолыжному спорту. Но соревнуются не только профессионалы, а полицейские, ветераны спорта, дети и журналисты. Татьяна Пудова отправилась на экстремальную съемку со спортивным интересом. Сама в заездах не участвовала, но на лыжи все-таки встала. Головогружительные виражи и скорости, сравнимые с автомобильными гонками. Желание спуститься с крутого склона возникает даже у новичков. Но знатоки горных лыж советуют не торопиться. Ведь этот вид спорта требует не только хорошей физической подготовки, но и силы духа. Вставать на горные лыжи лучше в раннем детстве. К примеру, эти малыши еще ходят спотыкаясь, зато на склоне чувствуют себя уверенно. А сколько времени потребуется взрослому человеку, спрашиваем у опытных инструкторов. В первую очередь, намечкам нужно знать о безопасности катания на лыжах. И как получить от этого удовольствие. Первое, с чего начинается обучение, нужно привыкнуть к снаряжению и изучить технику торможения. На этом наше с вами занятие закончилось, на котором мы освоили основные элементы владения горными лыжами, привыкания к снаряжению. И теперь мы с вами можем перейти уже на большой склон. Пока я отправилась покорять первый в своей жизни спуск, турнир по горнолыжному спорту стартовал. Склон делят полицейские и жители региона. Первым спускается начальник областного главка, следом председатель губернской думы. Сборная Самарской области на склоне. Тут и профессионалы, и любители, и сотрудники полиции. Интерес к спорту в регионе растет, и этот турнир подтверждение. Соревнования проходят по трем израстным категориям. Дети, любители и ветераны. Все прошло, как я планировала, даже лучше. Посмотрите, какая погода замечательная. Сколько народу много приехало. Адреналин переполняется. Впрочем, здесь рекорды не нужны. Ведь только здесь, чтобы отвлечься от суеты, достаточно от души скатиться вниз. Татьяна Пудова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. В рамках фестиваля «Рожденные в сердце России» в музее имени Алабина открылась выставка декоративно-прикладного творчества. Участники более 180 мастеров из 37 муниципальных районов области. О сказочных матрешках, ручной и кропотливой работе и фантазии без границ. Анастасия Субботина. Самотканы и ковры, авторские куклы, расписные и народные костюмы. Более полутора тысяч лучших изделий ручной работы приехали сюда со всей области. Большая их часть выполнена в народном стиле. Это непривычная для всех традиционная матрешка. Приятных сновидений такое название она получила благодаря своему уникальному оформлению. Если присмотреться, то можно увидеть, что в своих руках она несет ночной фонарь. Примечательно то, что каждая последующая матрешка продолжает эту сказочную историю. На изготовление каждой такой фигурки у мастера уходит около недели. Матрешку расписывают обычной гуашью и покрывают лаком, чтобы краска не стерлась и не потускнела. Но техника техникой, главное в этой работе все-таки вдохновение. Некоторые люди, я знаю, что сначала нарисуют карандашом, еще что-то. Но у меня так не бывает. У меня как-то оно рождается в процессе. Сижу, расписываю, расписываю. И в конце концов, когда мне уже понравилось, самое главное не переборщить уже с тем, что понравилось, остановиться вовремя. Понравилось? Ага, все хорошо. Поставила. Выставка изделий декоративно-прикладного творчества проходит в Самаре в рамках фестиваля «Рожденные в сердце России». В этом году в ней приняли участие более 180 мастеров. По словам организаторов, цель выставки не только продемонстрировать уникальные работы, но и помочь участникам дальше развиваться в своем творчестве. Существует множество выставок всероссийских, на которые представлены каждый конкретный регион и представлены мастера. Чтобы мастеров стимулировать к качеству своих изделий, к участию в этих всероссийских выставках, проходят такие религиональные выставки, которые выявляют лучших мастеров области и стараются их уже как-то развивать дальше. Выставка продлится в музее Алабина до 27 февраля. Двадцатку лучших мастеров, по мнению жюри, наградят грамотами и ценными подарками. Анастасия Субботина, Александр Дудко, Новости губернии. И на этом все новости. Увидимся.